Главный секрет настоящего Глинтвейна, бро, специи! Главный секрет Глинтвейна, Фила к нему не подпускать! Это точно! А нам Глинтвейн в самый раз! Он официально разрешенный допинг для ускорения прихода Нового года! Только не в России! Северная страна! Все, что найдут у них в анализах, не допинг, а антифриз! Капец! Какой новогодний подарок для российских спортсменов! Срубила водосборную под самый корешок! Что-то мы в последнее время только здесь и встречаемся! Да, густо пошло! То Петров с Башировым сгорят, то хакеры спалятся, то грузинский чеченец этот в Тиргартене! Теперь вот понты хороним! За что контора не возьмется? Я бы попросил о конторе либо хорошо, либо очень хорошо! Коллеги, не знаю как для вас, а для меня понты были всем! Эх, на все воля вражья! Я помню эти понты еще совсем маленькими! Помню, как они подросли во время Сочинской Олимпиады! Как вымахали на чемпионате мира по футболу! Враги клевещут, что сегодня мы хороним спорт! Это не так! Мы всегда разделяли спорт и понты! Спорт жив, а вот понты... Лучше бы мы спорт закопали! Понты дороже! А я верю, что они еще с нами! Примите наши соболезнования! Опаздывайте! Заблудились, пока участок искали! Мы прошли ряд с мертвыми надеждами, Свернули там, где покоится экономика И наткнулись на могилку свободы слова! Постояли, попытались вспомнить, какая она была! Ах, не смогли! Ничего! На смену этим понтам придут другие! Военные! Вы еще сами приползете на коленях, Умоляя послать наших спортсменов на соревнования! Но будет уже поздно! Все спортсмены будут в Госдуме! Аминь! Прощайте, кроссовки! Прощайте, мячи! Наш спорт никуда не пускают! Врагу не сдается анализ мочи! Виниться никто не желает! Из всех видов спорта важнейшим для нас Являются отрядки-котпады! Сбежал за границу один леголаз, И мы потеряли награды! К работе, товарищи, все по местам! Вперед в Мерседесы с мигалкой! Земля будет пухом, спортивным бантам! А спорта ни капли не жалко! Ну что, расходимся! Лопаты далеко не убирайте! Подождем годика четыре, пока все уляжется и... Мы еще тряхнем стариной над пробирками! Капец! На хрена ты бревно припер? Есть такая традиция! На Рождество таскать бревно, Отпугивать злых духов! Неа, не работает! Вон бревно с нормандским форматом! Уже сколько таскают! А злые духи на Донбассе не переводятся! Пять зим и лет не потухнет пожар в Украине! Тень украянской войны омрачила восточные земли! Вызвал Парис Одиссея на переговоры! В помощь богов пригласили германских и гальских! Мудрую тетку Афину, хозяйку трубы многогазной! И победителя желтых жилетов, юнца Аполлона! Слышь, Парис, предлагаю обмен по принципу полцарства за коня! И кто вывел такую породу, Одиссей? Вывести эту породу нельзя, только ввести! Короче, тащи его в свою трою! Там же внутри люди с оружием! Да хрен его знает, что у него внутри! Но нас там нет! Короче, забирай, пока не передумал! Может, начнем с обмена пленными? По формуле всех на всех! Не торопись! Давай для начала никого на никого! Или никого на кого-то! Или кого-то не на всех! Потом всех на всех, кроме кого-то! Че-то я запутался! То есть, своего я уже добился! Долго смотрели на них с облаков всемогущие боги! Ну и вмешались, чтоб переговорам придать динамизму! Что? Каждое слово обсуждает! Да биомеханика у него не той системы! За каждую букву цепляется! Давайте сейчас обратим внимание на гласные буквы! Потом на согласные! По согласным согласны! Одиссей! Есть разговор про убитого в Сиракузах! В Тиргардене! Твоя работа! Ты мне дело не шей! Он же бандит! Кучу людей убил! Привычка у него такая! Убивал-убивал, ну и случайно себя убил! Верю! Вот сейчас верю! О! Вроде супчиком потянуло! Жюльен вот-вот пригорит! Дела поделали! Айда обедать! Предлагаю подвести итог и встретиться через 4 месяца! Чтобы договориться о встрече еще через 4 месяца! На которой будет принято решение о встрече через 4 месяца! Для утверждения даты следующей встречи! Божественное решение! Ой! Про коня-то мы забыли! Там же люди внутри! Да хрен с ними, с людьми! Кстати, язычок под хреном передайте! Рождественские костюмы! Юмы, налетай! Чур, я буду Фемидой! Фемида с косой! Не коса, а орудие делопроизводства! Тогда еще глаза завяжи! Я российская Фемида! Мне можно подглядывать в телефон во время заседания! Что наша жизнь тюрьма! Следующий вопрос! Чёрный ящик в студию! Он родился, уже имея преступный умысел! Он шел по улице и оказывал сопротивление! Кто в чёрном ящике? Там может быть кто угодно! Вариант! Дальше! Может, без комментариев? Хорошая отмазка! Прибережём! Может, в ящике моральные страдания? Не катит! Как страдания вынесут в ящике? Они же невыносимые! Там Котов, который в пикетах стоял! Поэтому сейчас уже сидит! Егор Жуков? Мартинцов Лесных? Время вышло! Кто в чёрном ящике? Кто будет отвечать? Никто! Не важно, кто в чёрном ящике! Важно, чтобы он оставался там подольше! Два ответа! И оба правильные! Победа! Держать! Продолжаем игру! Крутите барабан правосудия! Снова сектор Москва. Тверской суд. Двое якобы пострадавших полицейских во время суда отказались от показаний. Вопрос. Что теперь делать? Потерпевшие оказались непотерпевшими. И мы это должны терпеть? У нас условно-досрочный ответ! Вы сегодня в ударе, господин Золотов. Год колонии! Кому? Всем! Очередная победа знатоков. А-а-а! Поверил! Поверил! Вопрос задаёт судья, осудившая Егора Жукова. Будете отвечать? А куда деваться? У неё отвечают все, независимо от содеянного. Слушаем. Вопрос. Некто Иванов во время несанкционированного шествия находился за 70 километров от Москвы, на даче. Копал выгребную яму. Вопрос. Какого приговора он заслуживает? Дача в 70 километрах от Москвы? Это вообще законно? Копал на даче? Под кого? Под нас? Не под нас, а в выгребную яму. Выгребная яма попахивает неуважением к власти. А это срок. Точно, срок, срок. Всё просто, как дважды два, а дважды два... Четыре, с откатом пять. Отливать в граните буду я, как юрист. Стрелка остановилась между шестым и седьмым сектором, поэтому ответ – шесть с половиной лет колонии. Оглушительная победа знатоков своего дела. Я объявляю музыкальную паузу. Это судья? А с чех слов она поёт? Без комментариев. А-а-а, понял. Материалов к делу я не приобщала. Дела уголовного я не читала. Я его слепила из того, что было. Приговор в WhatsApp утром получила. А потом, что было, то и огласила. Те, кто с нами свяжутся, под судом окажутся. Ну, а кто сюда попал, тот уж не отмажется. Он в тюрьме окажется, а протесту ляжется. Это вот и есть закон. Так мне, в общем, кажется. Вчера стаканчик бросил ты. А завтра родине кранты. Ставьте лайки, жмите на колокольчик. А мы идём репетировать Рождество. А завтра репетируем похмелье. Я с вами. Я тоже впрягусь. Вас можно поздравить. Дори победили. А то. Дори ещё будет. Ой-ой-ой. Вот только этого ингредиента в Гриндвейне не хватало. А-а-а-а-а-а.